Они очень любят, когда им вату чешут. Как котят. Да, 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 да. Они же даже запрокидывают голову, только не мурлыкают. Галина Шаблякова выхаживает стрижат уже несколько лет. Первую птицу подобрала в 2018 году. Женщина лечит, выкармливает. А затем, если стриж может уже самостоятельно летать, выпускает на волю. Определить, что стрижонок готов встать на крыло, несложно. Да он сам скажет, что он готов. Он ухлопает крыльями, он отказывается от еды. Он может вылететь даже из таза. Мы тазы накрываем, они энергичные. А выпускаю я прямо на этой площадке. Вот, она достаточно большой разбег. И я уже привыкла, уже много лет выпуская именно здесь. Галина старается узнать о стрижах как можно больше. Внутренний мир птиц, куда они улетают. Говорит, что есть несколько волн стрижепада. Это прилетают толстые, красивые стрижи, гнездица. И вот начинаются бои за самком, бои за место. И вот они падают. Это первая волна. Это касается взрослых стрижей. Потом у взрослых стрижей идет вторая волна. Она самая тяжелая. Птенцы оказываются вне гнезда, когда люди начинают ремонтировать балконы. Стрижи спасатели этих птиц так и называют – балконники. Случается, что родители бросают своих птенцов, когда устают их кормить. Много птенцов выпадают из гнезд во время жары. В Самаре спасением птиц занимаются несколько команд стрижеспасов. Ирина Хадырова – одна из них. Первого стрижа домой принесла ее дочь Диана. Это было совершенно случайно. Дочь, гуляя во дворе, нашла стрижа в траве. Ну и принесла домой. Я сначала, в общем-то, не знала, что с ним делать. Я первый раз видела эту птицу настолько близкую. У меня был шок. Но, к счастью, я нашла частые львоспасатели в Самаре. И они мне дали рекомендации на первое время, как кормить, как лечить, как ухаживать. За эту птицу мы, конечно, стали ухаживать. Назвали ее Вадим. И потом мама решила – хочу ей пару. То есть ему пару. И принесла она еще одного стрижа. Назвали Слава. Это девочка. И они очень хорошо сдружились. И вместе со Славой подарили ей вольер. И теперь они очень хорошо живут в вольере. Буквально на днях в семье появился еще один стрижонок. Ирина пошла в магазин за хлебом и в траве увидела птицу. Назвали птенца – лилит. Мама разморозила сверчков. А сверчки – это еда для стрижей. Там тараканы, сверчки, зоофобусы. Я покормила, и она приняла меня за маму. Зажалась ко мне, прижалась и заснула. Ухаживать за стрижами не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Специальный корм – это сверчки, тараканы – продаются в магазинах для животных. Стрижи-спасатели всегда помогут советам. Птенцу, чтобы отправиться в самостоятельный полет, нужно 45 дней с момента, когда он вылупится из яйца. Если крылья по каким-то причинам повреждены, зоозащитники оставляют их у себя. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.